Мария – уникальная женщина. На первый взгляд она обычная многодетная мама. Занимается организацией свадеб и заботится о своей семье. Но все не так просто. Мария – человек увлекающийся и мечтающий. Еще со школьных времен маленькая Маша очень хотела выступать, играть на сцене, быть звездочкой школьных постановок. Многие девочки мечтают о том же, но с годами другие мечты приходят на смену. С нашей героиней получилось совсем наоборот. Именно став взрослой, сформировавшейся личностью, она пришла в театр. Мужу на Новый год намекнуло, что я очень хотела бы начинать заниматься театром. Он мне подарил сертификат на театральные курсы от Ольги Белобровой. Это артистка нашего театра Кушкина. И тогда я прошла эти курсы, и мы начали ставить спектакли. Психологи говорят, что для того, чтобы поддерживать свое психологическое здоровье, обязательно нужно найти занятие, которое дает силы и вдохновение. Я являюсь еще многодетной мамой. У меня трое детей, и для мамы очень важно где-то иметь возможность экологично выплескивать свои эмоции. Я нашла для себя эту прекрасную возможность, театр. И там я могу раскрываться, там я могу быть эмоциональной, а потом приходить домой счастливая. Делать счастливую маму можно разными способами. Некоторым достаточно небольшой одинокой прогулки в парке, чтобы восстановиться после рабочего дня и прийти к домашним заботам спокойной и веселой. Я приобрела очень много знакомых и друзей. Мы с ними общаемся. Я нашла, так скажем, свою дополнительное предназначение, можно так сказать. Я воплотила свою детскую мечту. Кстати, увлекающиеся люди, у которых есть хобби, увлечения, интересы, помимо работы и быта, гораздо легче переносят стрессовые ситуации и проще относятся к житейским проблемам. Я думаю, что нужно помнить, что никогда не поздно. И если у тебя действительно есть мечта, к которой ты стремишься, то нужно всем сердцем верить, что это возможно. Нужно поверить в себя. Замечательно, если люди рядом есть, которые тебя могут поддержать. А еще Мария – заядлый коллекционер. Она очень любит куклы Барби и Монстр Хай. В ее коллекции около тысячи экземпляров, в том числе очень дорогих.